Мы с братом нашли загадочную пещеру в лесу, в тоннелях которой таится что-то зловещее и странное. День первый. Сегодня я охотился со своим братом Джейсоном. Мы пробирались сквозь густой кустарник, как вдруг он вскрикнул и исчез. Я подбежал к тому месту, где он только что стоял и, раздвинув кусты, обнаружил в земле яму шириной примерно в полтора метра. Джейсон наступил на неё и провалился. Я в панике закричал, опасаясь худшего. Если он свалился в старую шахту или что-то в этом роде, он мог находиться на глубине сотен метров. Но мой брат крикнул в ответ. Он сказал, что с ним всё в порядке. По описанию стало понятно, что Джейсон упал на глубину примерно 3-4 метров и оказался в какой-то пещере. Тем не менее, он находился слишком далеко, чтобы добраться до края ямы, в которую упал. Сотовый сигнал в этом районе не ловил, но если бы даже связь и была, звонить всё равно некому. Земля, на которой мы охотились, формально не принадлежала нам, так что мы по закону вторглись на чужую территорию. И шериф предупреждал нас об этом. У меня не было другого выбора, кроме как оставить Джейсона и отправиться в двухчасовой путь до дома за верёвкой. Я велел ему оставаться на месте и ушёл. Вернувшись к яме, я позвал Джейсона, но он не ответил. Я кричал ему в течение пяти минут или около того, всё больше и больше предаваясь панике. Наконец, я решил привязать верёвку и спуститься вниз. Коснувшись ногами земли, я осмотрелся. К счастью, на моём телефоне оставалось около 80% батареи, поэтому я включил фонарик. Я находился в каменном туннеле или типа того. В одном направлении, примерно в 2-3 метрах от дыры был провал. И от земли до потолка шла сплошная каменная насыпь. Оставалось двигаться в другую сторону, и я пошёл вперёд. Тоннель казался ничем не примечательным, только пол, потолок и две стены. Я шёл около 10 минут, натыкался на перекрёстки и повороты, всю дорогу выкрикивая имя Джейсона. Наконец, в один момент я услышал, как он окликнул меня. Его голос звучал высоко и взволнованно, и я побежал на звук. К счастью, здесь не было ответвлений или других троп, лишь один прямой тоннель. Наконец, я завернул за угол и оказался в более широком коридоре. Здесь потолок был выше, и передвигаться стало удобнее. Я увидел свет от телефона Джейсона и подбежал к нему. Оказавшись возле брата, я ударил его по плечу и начал ругаться на него за то, что он так меня напугал. Он резко меня прервал и велел оглядеться. Но я не слушал, поскольку был слишком зол на него. Наконец, он схватил меня за плечи и тряс до тех пор, пока я не замолчал. Потом я осветил комнату фонариком, и у меня перехватило дыхание. Стены помещения были покрыты рисунками, очень старыми и примитивными. На них были изображены тысячи человеческих рук. Там были и другие изображения, похожие на созвездия, хотя я не узнал ни одного из них, а также множество странных символов. Я не мог поверить в то, что никто не нашел это место раньше нас. Я двинулся дальше по комнате и нашел еще несколько рисунков, на которых были изображены разные группы маленьких человечков по обе стороны стены. Каждая группа поднималась на лестницы, которые уходили вверх, и все они, казалось, сходились вместе на потолке. Хотя я в этом не уверен, потому что место это скрывалось под дымом или сажей, или чем-то еще, и оно напоминало просто большое черное пятно на потолке комнаты. Я был ошламлен и совершенно потрясен этими картинами. Но Джейсон сказал, что это не самое странное. Он повел меня в конец комнаты, используя свет на моем телефоне. Там находился еще один обвал. Это была большая груда камней, похожая на ту, что я видел у входа. Наверху, у самого потолка, оставалась щель в 2-3 сантиметра. Джейсон, широко улыбаясь, сказал мне посмотреть, что там. Я вскарабкался на несколько валунов и выглянул в щель, держа телефоны рядом с моим лицом, чтобы подсветить. Мое сердце бешено заколотилось в груди. Я мог рассмотреть за стеной тысячи гигантских кристаллов. Синих, зеленых, желтых, розовых и всех цветов радуги. Они сверкали и танцевали, казалось, почти пульсировали на свету. И они были огромными. Я никогда не видел ничего подобного. Я повернулся к Джейсону. Он широко улыбался и сказал, что мы будем богаты. Я не мог поверить своим глазам. Я снова взглянул в щель и почувствовал что-то, чего раньше не замечал. Жар. Горячий воздух шел из-за стены, ударяя мне прямо в лицо. Но это казалось неправильным. Разве не холодный воздух должен выходить из пещер? Мне показалось, что я об этом где-то слышал. Потом я заметил кое-что еще. Я шикнул на Джейсона, приложив ухо к щели и прислушался, не веря своим ушам. Здесь не было никакой ошибки. Шум, тихий, но безошибочно узнаваемый, доносился из-за стены откуда-то дальше по коридору. Это было низкое, пульсирующее механическое гудение, напоминающее работу стиральной машины с несбалансированной нагрузкой, но более глубокое и более певучее. Как будто стоишь рядом с электростанцией или вроде того. И я не знаю, возможно, это просто я дрожал, пока держал свет, но мне почти казалось, что кристаллы пульсировали и танцевали в такт этому шуму. У меня вдруг появилось очень похожее предчувствие, как будто за мной следят, словно эти кристаллы были глазами. Тогда я спрыгнул с валуна и сказал Джейсону, что мы должны убираться оттуда. Он запротестовал и хотел попробовать сдвинуть некоторые камни и посмотреть, сможем ли мы пролезть внутрь и взять несколько кристаллов. Из-за этой мысли у меня скрутило живот. К счастью, в этот момент мой телефон предупредительно зазвонил, заставив нас обоих подпрыгнуть в тишине пещеры. Моей батарее осталось ужить всего 15%. Если она разрядится, мы останемся одни в этой пещере в абсолютной темноте. Этой мысли было достаточно, чтобы заставить Джейсона двигаться. Я не мог избавиться от ощущения, что кто-то или что-то за этой обрушившейся стеной наблюдает за нами. Я был рад уйти оттуда. Мы вернулись назад по тоннелю, пока не добрались до столба света, отмечавшего дыру, в которую Джейсон первоначально упал. Мы вскарабкались по моей веревке и выбрались из пещеры. Я был очень рад снова увидеть солнечный свет. Джейсон захотел прикрыть отверстие. Тогда он собрал несколько сухих веток и соорудил над дырой небольшой треножник, тем самым отметив его. Мы отправились домой, а мой брат всю дорогу оставлял следы, чтобы мы могли снова найти это место. Он возбужденно рассказал об этих кристаллах, о том, как они прекрасны и сколько должно быть стоят. На свету и под открытым небом страх, который я испытал в пещере, начал казаться мне немного глупым. Возможно, у меня просто клаустрофобия, или я все еще страдаю от последствий шока, который испытал, думая, что Джейсон мог умереть, падая в эту дыру. Чем больше Джейсон говорил об этом, тем больше в его словах было смысла. Прошло несколько тяжелых лет с тех пор, как умерла мама. Теперь фабрика закрылась, и мы оба потеряли работу, а банк грозился лишить права выкупа дом, который мы вместе унаследовали. Он был небольшим, но это все, что у нас было. Возможно, это было решением наших проблем. Нашим выходом из денежной ямы. Мы нашли что-то действительно невероятное, это уж точно, и похоже, мы были единственными, кто знал об этом. Мы вернулись домой, когда солнце уже садилось, и к тому времени Джейсон полностью убедил меня вернуться в это место и забрать кристаллы. Мы заскочили в бар, выпили несколько кружек пива и продолжили обсуждение нашего плана. Затем забежали в скобяную лавку и купили несколько больших фонарей, пару шахтерских касок с фонариками наверху, несколько кирок, долото, молотков и пять метров в веревке на всякий случай. Завтра мы вернемся в пещеру, разрушим эту стену и посмотрим, что на самом деле скрывается за ней. Если все пойдет по плану, то через 48 часов мы оба станем очень богатыми людьми. Субтитры создавал DimaTorzok